Напомню уравнение Нернста для произвольного электрохимического равновесия. Оно связывает потенциал с концентрациями или давлениями частиц реакции. Однако небольшое размышление показывает, что хоть мы и можем обсуждать существование этой величины, невозможно измерить ее абсолютное значение для одной существующей границы раздела электрод-раствор. Измерение потенциала обычно выполняется с помощью цифрового вольтметра, который измеряет потенциал между двумя измерительными выводами. Он делает это пропуская крошечный ток через тестируемую внешнюю цепь. Измерение падения потенциала на одной границе раздела электрод-раствор явно невозможно, так как при попытке измерения обязательно будут возникать две границы раздела метал-раствор. Необходимо ввести второй электрод, например, насыщенный каламельный электрод. Теперь измерение становится возможным. При этом вольтметры регистрируют разность двух потенциалов, относящихся к двум электродам. На основе прошлого видео для реакции мы можем записать. С учетом, что температура и давление постоянные, также тогда измеренная разность потенциалов равна. Таким образом, наблюдаемая разность потенциалов зависит от концентрации хлоридов гексоциана феррата-3 и гексоциана феррата-2. Каламельный электрод можно рассматривать как электрод сравнения. Если концентрация хлорид-ионов внутри каламельного электрона поддерживается постоянной, то каламель тоже остается постоянной. То есть в этом случае... Соответственно, электрод сравнения позволяет нам исследовать изменения электродного потенциала, например, вызванное изменениями концентрации гексоциана феррата-2. Можем написать... Отношение 2,3 РТ, деленное на F, имеет значение около 59 мВ. Исходя из этого, следует, что если концентрация гексоциана феррата-3 изменится в 10 раз, в то время как концентрация гексоциана феррата-2 будет постоянной, измеренный вольтметром потенциал изменится на 59 мВ. Еще раз напомню, что мы можем измерять только изменение потенциала электрода, а не абсолютное значение. Что же происходит, когда вольтметр производит измерение разности потенциалов между платиновой проволокой и каламельным электродом? Как я уже говорила, для этого требуется очень незначительный ток, который проходит через внешнюю цепь, которая включает два электрода – каламель и платиновую проволоку. Значение тока настолько незначительно, что он соответствует бесконечно малому потоку электронов вокруг внешней цепи. Заряд проходит через две границы раздела электрод-раствор за счет следующих звук реакций на платине и на каламельном электроде. На практике величина пропускаемого тока настолько мала, что концентрация веществ в цепи практически не изменяется по сравнению со значениями, имеющимися до проведения измерения. Но протекает достаточно тока, чтобы обеспечить это измерение. Учитывая, что эти реакции позволяют заряду проходить через две границы раздела растворов, прохождение измерительного тока через объем раствора осуществляется за счет движения частиц в фазах раствора, как внутри каламельного электрода, так и внутри раствора, контактирующего с платиновой проволокой. Термин «проводимость» означает, что в растворе существует электрическое поле, позированное, чтобы управлять движением ионов. Однако, поскольку ток чрезвычайно мал, им можно пренебречь. Алгебраически это выглядит следующим образом. Наконец, рассмотрим границу раздела «жидкость-жидкость», образованную на фрите каламельного электрода, где она входит в раствор, в котором находится платиновый электрод. На одной стороне этой границы находится высокая концентрация водного хлорида калия, а на другой стороне раствор, содержащий ионы гексоцианоферрата. Прежде чем полностью рассмотреть эту довольно сложную ситуацию, давайте рассмотрим более простой случай, когда контактируют два раствора с одинаковым химическим составом, но с разными концентрациями. Рассмотрим растворы хлорида калия и соляной кислоты. Относительные скорости движения ионов одинаковы, независимо от того, вызвано оно электрическим полем или разницей концентрации. Относительные скорости при 25 градусах Цельсия должны выглядеть следующим образом. Протон движется в воде намного быстрее, чем два других иона. Этот экспериментальный факт часто интерпретируется с точки зрения механизма Гродгуса, который допускает более быстрое движение ионов водорода и гидроксид аниона по сравнению с движением таких частиц, как калий или хлорид, которые смещают молекулы растворителя с их пути. Рассмотрим первые два раствора соляной кислоты разной концентрации, которые находятся в контакте. Изобразим это схематически. Будет происходить диффузия ионов водорода и хлора от более высокой концентрации к более низкой. Но мы уже знаем, что ионы водорода будут двигаться быстрее, чем хорид ионы. В результате на границе раздела между двумя растворами возникнет разница зарядов и, следовательно, разность потенциалов. Раствор с более низкой концентрацией станет положительно заряженным, получив протоны, в то время как раствор с более высокой концентрацией станет отрицательно заряженным, потеряв больше протонов, чем ионов хлора. Это разделение зарядов создает локальное электрическое поле и приводит к тому, что скорость движения хлоридов увеличивается, а скорость движения протонов замедляется. В конечном итоге быстро достигается равновесное состояние, как изображено на этом рисунке. В этом случае оба иона движутся через границу раздела жидкость-жидкость. А разделение зарядов приводит к разности потенциалов, известной как диффузионный потенциал на границе раздела двух жидкостей. Обычно эти потенциалы не превышают нескольких десятков милливольт. Теперь рассмотрим случай с двумя растворами хлорида калия разной концентрации. Опять же, будет происходить диффузия ионов калия и хлора от более высокой концентрации к более низкой. Однако эти два иона движутся почти с одинаковой скоростью, и поэтому теперь диффузия не приводит к разделению зарядов. И, следовательно, диффузионный потенциал не устанавливается. Таким образом, если заряд переносится через границу раздела жидкость-жидкость ионами с близкой подвижностью, то потенциал не устанавливается. Ну а если ионы имеют разную подвижность, то диффузионный потенциал может быть значительным. Рассмотрим значение удельной ионной проводимости для различных катионов и анионов при 25 градусах Цельсия. Они представляют собой относительные скорости движения частиц при одном и том же электрическом поле. Очевидно, что в случае соляной кислоты, сульфата лития или гидроксида натрия будут возникать значительные диффузионные потенциалы на границе жидкость-жидкость для растворов с разной концентрацией. В то время как в таких электролитах, как, например, нитрат аммония, или хлорид калия, диффузионный потенциал возникать не будет. Еще раз рассмотрим каламельный электрод. Раствор над фритой внутри каламельного электрода имеет очень высокую концентрацию, так как он насыщен хлоридом калия. Концентрация вне фриты обычно намного меньше. Соответственно, преобладающие диффузионные потоки через границу раздела жидкость-жидкость определяются ионами калия и хлорида, а не ионами гексоцианоферата. По этой причине значительных диффузионных потенциалов возникать не будет, если, конечно, не будут исследоваться необычно большие концентрации ионов гексоцианоферата. Подводя итог, можно сказать, что измерение разности потенциалов между электродом из платиновой проволоки и каламельным электродом, выступающим в качестве электрода сравнения, дает следующий результат. Суммируя то, что мы изучили в этой лекции, хочу еще раз отметить, что прохождение крошечных токов через вольтметр и, следовательно, через внешнюю цепь означает, что ИР, составляющая в растворе, очень незначительно. Насыщенный раствор хлорида калия внутри каламельного электрода в сочетании с прохождением незначительных токов приводит к постоянству разности потенциалов для каламели, поскольку концентрация хлорид-ионов постоянно. В этих условиях каламельный электрод действует как подходящий электрод сравнения. Использование хлорида калия внутри каламельного электрода гарантирует, что на границе жидкость-жидкость на кончике фриты устанавливаются пренебрежима малые диффузионные потенциалы на границе раздела двух жидкостей, кроме случаев использования чрезвычайно высоких концентраций. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok